здравствуйте дорогие друзья с вами передача фокус на человека что мы делаем когда хотим понять другого человека только ли слушаем а может быть воспринимаем картинку в целом с голосом с интонацией с жестами человека который нам что-то говорит и мы хотим его понять о том что в этой картине мира в картине которую нам транслирует наш собеседник мы можем понять не только с помощью слов вот об этом о том о чем не говорят нам люди мы сегодня говорим с нашим гостем экспертом итак знакомьтесь клинический психолог психотерапевт европейской регистрации тренер по невербалике александр калмыков здравствуйте александр добрый день наталья прозвучало таинственное слово невербалика давайте с этого и начнем чтобы понять невербалику проще всего это объяснить через метафору через картинку для того чтобы понимать как устроен мозг и как все это работает потому что даже для того чтобы объяснить эту идею я покажу достаточно простую такую картинку нарисую вообще люди хорошо воспринимают через картинки через изображение и вот сделаю вот такой вот похожий на стакан вот вот я нарисовал такой вот стаканчик или колбу как лучше будет назвать и чтобы понять что это такое следует понять вообще различия между концепции и теории когда большинство людей спрашиваешь знают ли они разницу между концепции и теории не все сразу могут ответить большинство людей начинают немного мешкаться на самом деле все просто идея здесь сверху нарисуем идея идея это и есть концепция она сама по себе не нуждается доказательства потому что идея да потому что идея а теория теория вот весь этот сосуд эта теория теория нуждается в доказательствах доказательства нам могут дать только факты и вот здесь я напишу факты и скажем в математике это будет факты где-то вот здесь вот и совсем небольшая часть это идея и концепции то есть фактов 90 процентов или 80 процентов математики а вот взять другие науки там начинает вот это вот черта смещаться и чем более плавающая наука чем ниже будет вот этот уровень соответственно в невербалике самая лучшая опора на те факты которые исследованы а исследованы на данный момент очень хорошо достаточно уже это человеческий мозг ну хорошо это относительно прошлых веков и даже двадцатого века благодаря магнитно-резонансной томографии а если быть точнее функциональной магнитно-резонансной томографии это когда окрашенный кислород потребляется определенными областями мозга и соответственно по тому какие области мозга потребляет кислород можно понять какие области мозга активно активно да какие области мозга слабо функционируют какие неактивны и вот как раз чтобы понять невербалику я сейчас этот стаканчик уже уберу и нарисую следующую картинку так скажем очень 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 упрощенно я изображу что происходит в человеческом мозге для того чтобы это изобразить я нарисую такую вот большую это у нас тело тело и как говорят биологи наше тело это фактически 50 триллионов примерно порядка 50 триллионов можно сказать одноклеточных организмов похожих на амебы и они находятся в определенной конгломерации вот эти 50 триллионов клеток но за минусом примерно восьми с половиной миллиардов нейронов головного мозга которых сейчас и пойдет речь получают информацию ходящую через вот здесь я сделаю такой вот домик небольшой с многими дверями и где-то вот здесь у нас будет во дворе такая вот собачка конечно я не художник но примерно так будет проще дать понять что это такое но понятно что вы нарисовали доме который сторожит эта собака да абсолютно верно и здесь есть калитка давайте зрителям покажем что получилось здесь есть калитка собака вполне узнаваемо и калитка называется такой орган в головном мозге называется таламус то есть вся информация которая поступает к нам через органы зрения через слух она проходит через таламус и этот сигнал он распределяется раньше считалось что все идет непосредственно в кору головного мозга и кора это высший орган нервной деятельности и концепция подсознания не всеми учеными признавалась считалось что она просто недоказанная благодаря магнитно-резонансной томографии невролог с нью-йоркского центра неврологии леду исследуя крыс обнаружил одну интересную закономерность один интересный факт оказывается сигнал поступая к нам в мозг он от таламуса идет длинным путем в мозг вот например сознание грубо мы нарисуем это чердак сознание а здесь у нас соответственно внизу будет подсознание и так длинный путь идет у нас сознание и чтобы знать зрительная зона коры головного мозга у нас расположена в затылочной зоне затылочной зоне соответственно это достаточно длинный путь когда информация попадает в кору она начинает обмозговываться на разных уровнях вплетаются ассоциации с прошлого включаются различные соотношения и это достаточно долго реакция на сигнал у сознания считается от пол секунды до одной секунды это очень важный момент пол секунды секунда это вот прямо такой промежуток который надо запомнить чтобы дальше понять она эта реакция скорость реакции сознания ты даже напишу чтобы было понятно можно сказать это таким словом что эта скорость и мысли можно так есть конечно автоматические мысли скорее это все-таки ближе к скорости именно реакции коры головного мозга скорость реакции коры коры не указать наверное так вот скорость реакции сознания от пол секунды до 1 секунды и в то же время леду установил что сигнал идет по так называемому короткому пути и вот мы сейчас уже приблизились к нашей собачки собачка это называется миндалина миндалина это тоже часть головного мозга да безусловно это часть лимбической системе на самом деле их две в правом полушарии и в зеркальном правому левом полушарии миндалина еще есть второе название амигдала амигдала но это то же самое что можно назвать собаку собакой а можно назвать псом и так вот эта собачка у нас это миндалина она же амигдала и соответственно сигнал поступает через таламус по короткому пути в миндалину и скорость реакции одна двенадцати тысячная доля секунды это против половины секунды до сознания две до скорости сознания да я вот тоже здесь напишу скорость реакции это получается если делить математически это в сколько раз быстрее этот путь короче гораздо гораздо быстрее в сотни в сотни раз одна двенадцати тысячная доля ну это наверное вот если опять таки метафорически переводить на очень доступный язык это все равно что мы сравниваем скотерско скорость космической ракеты и движение черепахи примерно так и примерно тоже есть при этом черепаха это будет тот самый длинный длинный путь скорость сознания а коротки это путь скорости движения большая канала бы подсознание из вот из миндалины получается так скорость движения в подсознательном по бессознательного мне привычнее То есть это чрезвычайно несопоставимая скорость. И когда у нас включается миндалина? Ситуация, вызывающая неопределенность, страх, беспокойство, всегда в дело вступает миндалина, которая реагирует очень быстро. Да. Соответственно, невербальная так называемая реакция – это реакция тела, которая исходит от подсознания, от бессознательного. Давайте, чтобы было более понятное. Потому что чаще тоже, кстати, используют термин «бессознательное». Вот эта новая концепция, о которой вы говорите, она как-то по-другому трактует вот ту старую концепцию о том, что мозг состоит из мозга рептилии, самого древнего мозга, лимбического мозга, более молодого, и самого молодого, но и кортекса. Это остается в новой концепции или тоже как-то по-другому? Уже достаточно давно, ну, как давно в научном мире, это недавно, это порядка трех-пяти лет, нейрофизиологи, неврологи, они выступают таким обращением к психологам, которые используют более устаревшую концепцию триединого мозга. Потому что эта более устаревшая концепция, она была разработана, когда не было функциональной магнитно-резонансной МРТ. И, соответственно, нужно было на что-то опираться. И опора была, соответственно, на факт, на эволюционную теорию Дарвина. Согласно этой эволюционной теории, мозг формировался вначале на уровне так называемой рептилии, потом на уровне млекопитающего и только потом на уровне человека. Ну, это понятно. Мы сначала вышли из воды, потом мы стали млекопитающими зубами, а потом мы стали человеком, когда стали прямоходящими. Да, и вроде бы все хорошо звучит, но тут следует вспомнить, например, Аристотеля, известнейший гений, известнейший ученый, который также выдвинул идею, концепцию, что живое самозарождается из неживого. В пример он приводил речных угрей, которые, по его мнению, самозарождались из речного ила. И, кроме того, он приводил вшей, которые, по его мнению, самозарождались из грязи на человеческом теле. Ну, и на теле животных, только там, видимо, это блохи. И настолько авторитет Аристотеля был велик, настолько он был высок, что более полутора тысяч лет никто даже не подумал проверить это на практике. И, соответственно, эта теория в науке господствовала очень и очень долго. Это весьма часто встречающаяся в науке ситуация. Оно догмой стало практически, да, это мнение. Да, да, да. То есть вот этот рисуночек, он очень показывает как раз, как медленно все продвигается в научном мире. Есть какая-то концепция, хорошо объясняющая. А люди, они как-то привыкают, когда что-то объясняется, когда понятно все, что происходит. Потому что это дает уверенность и лишает неопределенности. Да, да. Неопределенность страшна для человеческого мозга, потому что неопределенность – это близость к смерти, близость к разрушению. Любое же объяснение, оно добавляет упорядоченности, добавляет определенности, и поэтому человеческий мозг очень сильно стремится к объяснениям. Есть такая особенность. И, соответственно, теория претерпела небольшое изменение. По новой концепции, да, естественно, подсознание – это, можно сказать, лимбическая система. А сознание – кора, которая неокортекс, тоже есть. Но рептильный мозг, он, соответственно, из этой концепции выпадает. То есть его по новой концепции нет как такового? Да, именно рептильного мозга нет. То есть лимбическая система, она остается, неокортекс тоже остается. И когда появились эти исследования леду, основанные на МРТ, стал абсолютно понятен такой, например, механизм, как древний человек идет где-то там по такой саванне и где-то видит льва. И если исходить из старой концепции, когда сознание, когда кора начинает на своей медленной скорости все обрабатывать, человек может задуматься, почему это этот такой красивый и грациозный лев не обратил внимания на тех, находящихся далеко-далеко на горизонте антилоп, таких вкусных, а почему-то он начал к человеку двигаться. Другой пример идет древний человек, увидел что-то ползущее рядом с ним, и, соответственно, если бы сознание, кора бы это все анализировало, то человек бы стал в этот момент задумываться, есть ли оранжевые или желтые пятнышки на голове, а какие зрачки у того, кто ползет, продолговатые или круглые, как у ужа. Но именно вот эта концепция, она объясняет то, что происходит в реальности. Я правильно сейчас уловила мысль, что вы просто привезли два случая, которые могут... Первый случай вообще, можно даже сказать, не потенциально опасен, а просто опасен. Второй потенциально опасен. В первом случае вы привели пример, когда человек, условно, прям в откровенно опасной ситуации, начал бы думать, бежать ему, не бежать, драться, не драться, притвориться мертвым или не притвориться мертвым. И это как бы вообще нонсенс. А вторая ситуация, она как-то более-менее применима. То есть я хочу сказать, что вот этот ноу-кортекс, про который мы все говорят, и который мы тоже говорим, это всегда речь идет о вопросах и объяснениях. Так? Она даже пошире функции сознания. Ну, кроме всего, да, естественно, шире. Но вот конкретно в этом случае. Конкретно в этом примере, да. Объяснения и вопросы, которые, как мы сейчас понимаем, для чего я примеру, совершенно неуместны в этой ситуации. Конечно, конечно. Нужна быстрая конкретная реакция, которую и выдает у нас через миндалину под сознание. Идет все это напрямую в тело. И отпрыгивают ноги. Человек начинает бежать. Включается так называемая реакция. Замри, беги, сражайся. В этой схеме бессознательное и миндалины. Я правильно понимаю, что речь идет о лимбическом мозге, в котором, собственно говоря, если упростить сильно, и находится бессознательное? Да, это именно идет речь о лимбической системе. Мне надо вот сейчас сложить. О лимбической системе, да. То есть у нас бессознательное, наша бессознательное контролируется лимбической системой. Так? Это да. Притом следует тоже понимать, что есть так называемые вертикальные связи. Это вот как раз кора, неокортекс. Это чуть больше миллиметрового слоя, который покрывает наш мозг с большим количеством извилин. И ниже которой находится лимбическая система, которую условно можно назвать подсознанием. Но есть кроме вертикальных еще и горизонтальные связи мозга. Правое и левое полушария. Считается, что левое полушарие, оно более логичное, более анализирующее. А правое полушарие, оно более синтетическое, более творческое. На человеческий мозг он гораздо сложнее устроен. Но вот эти исследования с помощью МРТ, они, по крайней мере, дают нам те факты, на которые можно опираться. И уже рассматривать, использовать общую теорию, общие идеи, общие наблюдения по невербалике. Хорошо. Вот мы сейчас более-менее разбрались с теорией. Как мы эту теорию теперь можем перевести в практику? То есть, когда говорим конкретно о том, почему нам важно разбираться в невербальной коммуникации, в невербальном сообщении того или иного человека. И как это начать тренировать в себе, разбираться в этом? Ну, в первую очередь, наверное, следует изучить те наработки, ту практику, которая уже есть по невербалике. Это, наверное, скорее всего, по мимике однозначно это работы Пола Экмана. Это величайший исследователь мимики, величайший исследователь эмоций, концепции, идей и как таковой лжи. И также это, сейчас вспомнил, Джон Аварра. Джон Аварра – это бывший сотрудник ФБР, который тоже написал книгу «Я вижу, о чем вы думаете». Сразу скажу зрителям, что эта книга находится в открытом доступе в интернет-ресурсах. Ее можно скачать и читать. Абсолютно верно. Единственный момент, Джон Аварра, так как не был ни нейрофизиологом, он основывался на как раз более устаревшей концепции триединого мозга. То есть он там часто апеллирует к рептильному мозгу. Читателям всего лишь можно заменять слово «рептильный мозг» на лимбическую систему. И тогда все станет на свои места. Хорошо. Давайте немножечко вернемся к Полу Экмана и скажем о том, что вообще Пол Экман – это, ну, понятно, что это американский ученый, его, наверное, уже знает весь мир. И что, когда он начал пропагандировать свою теорию, теорию лжи, теорию невербальных знаков поведения человека, он говорил о том, что независимо от того, где живет человек в таком возрасте примерно, его эмоции выглядят примерно одинаково. И все мы, допустим, прекрасно знаем, что, допустим, если мы находимся на стадионе, и наша команда забила, не забила гол, какой-то ужасно глупый пропуск или автогол, то абсолютно вся трибуна будет делать вот так. И это настолько поразительно, этого много в интернете можно найти, но это действительно так. И он это смог доказать. То есть для нас в этой ситуации важно, да, зрителям сказать, что вот эти законы, они прям вот законы. Да, действительно. Он назвал такие вот жесты эмблемами. Есть еще жесты-иллюстраторы. Это движение рук во время разговора. И есть так называемые перенаправляющие или замещающие действия. Это когда человек от активной жестикуляции переходит прикосновением к себе, к своему телу, или, как правило, чаще бывает к лицу, потому что на лице очень много кровеносных сосудов. И в состоянии стресса человек пытается как-то разгладить, погладить те части тела, которым активно приливает кровь. Которые напряжены, да. У нас только на лице, помимо жевательных порядка 46 лицевых мышц, и, соответственно, когда какое-то состояние стресса, эти мышцы непроизвольно напрягаются. То есть это можно заметить по лицу. Когда человек расслаблен, глаза широко раскрыты, лоб тоже разглажен, лицо ровное, губы полные. В состоянии же стресса лицо меняется. Глаза, как правило, прищуриваются. Это тоже более древняя реакция. Это попытка защитить глаза в случае драки. Кроме того, человек тем самым как бы ограничивает то, что не хочет видеть. То есть поэтому это небольшой прищур, такой глаз. Это перекошенность лица, это небольшая диспропорция лица и поджимание губ. Те мышцы, которые находятся вокруг губ, они рефлекторно сокращаются. И, соответственно, это тоже можно увидеть. Как бы вы описали прямо лицо человека, который вот, условно говоря, готов к отражению опасности какой-то. Да, но помимо лица еще есть тело. И те люди, которые контролируют лицо, что весьма часто бывает в практике, им очень сложно контролировать все одновременно. Одновременно контролировать положение тела, одновременно контролировать тоническое такое напряжение мышц спины, трапециевидные мышцы, которые находятся у нас в районе шеи и переходят на верх спины. И так называемая реакция черепашьей голова, она как раз тоже показывает... Да, 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 да. Вот именно она показывает, что... Я сегодня иллюстрирую все эти жесты. Она показывает реакцию именно тела. То есть мы здесь как раз видим, что миндалина, которая очень быстро реагирует за одну двенадцатую тысячную долю секунды, она дает моментально сигнал телу. Хлопнула дверь за спиной, вот это вот движение происходит рефлекторно. И только потом человек думает, вот это вот самое, да, вот это вот место, думает о том, что анализирует, есть ли в этом звуке опасность, и успокаивается, либо принимает дальнейшие какие-то меры для того, чтобы эту безопасность осуществить. Мы сейчас с вами затронули очень интересную тему, когда вы сказали, что человек не может себя контролировать. Вернее, сложно ему дается контролировать свои движения. У нас есть, конечно, тренинги сейчас бесконечные по покер-фейсу, да. Но абсолютно вы правы, я вот здесь вот хочу заостриться по тому, что мы коснулись такой темы, как ложь и конгруентность, да. Если мы, почему важно изучать невербалику именно в коммуникациях. Бывает такое, что человек видит, человек слушает своего собеседника и чувствует, скорее, не понимает, а чувствует, что-то тут не то. Вот, скорее всего, он видит вот эту, не осознает, но видит эту неконгруентность, да, несовпадение того, что человек говорит, с тем, что он транслирует с помощью тела, так? Ну, самый пример, который в обожаемом сериале «Обмани меня» рассказывает Тимрод, герой Тимрода, когда человека спрашивают, задают какой-то вопрос, он говорит, да, но при этом он делает вот так головой. То есть, выглядит это буквально так. Эмблема. Да, типичная эмблема. Вы стреляли в этого человека или там, наоборот, вы стреляли в этого человека? Нет. Вот это вообще классика жанра. Нет, сказал человек и выдал себя с головой на самом деле. Потому что если мы говорим о том, что если попал на специалиста, все, пиши, пропало. И еще есть такое, я прошу прощения за длинный монолог, еще есть такое утверждение, что есть часть тела, которую вообще невозможно проконтролировать, если человек в это время говорит. Да, это речь идет о ногах. Это действительно так. Да, и действительно у нас на тренинге, который я провожу уже несколько лет, при том с периодичностью два месяца, то есть каждые два месяца у нас набирается полный зал людей, которые хотят побольше узнать о языке тела. И я там провожу такое задание, даю участникам накануне, в первый день, придумать две истории. Одна полностью правдивая, другая полностью от начала до конца лживая. И это очень интересно наблюдать за тем, как люди обманывают. Потому что у них задача стоит обмануть, и, соответственно, контроль. Да, они уже с вечера тренируются, они перед зеркалом эту историю рассказывают. В первый день они уже проходят основные все сигналы невербалики. Но, тем не менее, некоторым достаточно хорошо удается себя контролировать за редчайшими и мельчайшими исключениями. И вот эти как раз исключения, вот эти вот мельчайшие движения тела, которые знает специалист, который все это изучал, они как раз и выдают ложь. Но здесь следует сразу как бы быть внимательными, потому что выдается не то чтобы ложь, а выдается реакция на стресс. Вот это очень важно, вы заметили, что, да, когда вот это вот привычное наше, что если человек закрывает рот, значит, он врет. Вот это вот очень грубая, неправильная концепция. Да, абсолютно верно. Это все-таки следует понимать, что когда создается как маркетинговый ход, то для людей проще взять и объяснить какие-то факты какой-то концепции. А как сделать это просто? Нагромоздить какие-то определенные движения и написать, что вот это, значит, вот это. Вот так выглядит ложь. Хотя это совершенно не так, естественно. То есть всегда нужно рассматривать все в контексте. Есть стресс, есть ситуация стресса, и вот как раз невербальный, та же самая черепашья голова, то же самое лимбическое бегство, те же самые ноги, которые уходят назад, или ступни поворачиваются куда-либо. Или вот так вот бежать начинают. Да, или вот это. Это реакция как раз «замри, беги, сражайся». И после вот этой реакции, после стресса мозг как бы просит «успокой меня», и, соответственно, тело начинает себя успокаивать. Это может быть такое движение. Вот это может быть движение. Вот это может быть, да, чистка ног. Жестный адаптер, успокаивающий себя. Вот это может быть движение. Да, вот это может быть движение. Вот это может быть движение, да, как бы вот это вот массирующее. Постукивание карандашом, может быть, ритмические движения, они тоже успокаивают. Серьезно? Вот про постукивание не знала. Тоже, да, тоже есть. То есть, соответственно, это все успокаивающие такие вот сигналы. Человек начинает себя успокаивать. Про микроэмоции хотелось бы еще немножко заострить внимание. Когда я училась, мы проводили такой тест для нас, проводили, показывали, и это, по-моему, тоже американская система, показывали лицо человека буквально даже не секунду, а прям очень долю секунды. И в этом сжатом кадре была спрятана какая-то эмоция. То есть, ну, условно говоря, человека снимали, он показывал какую-то эмоцию яркую, и потом это все вот так сжимали, и эмоция превращалась в микро. То есть, на самом деле, сознанием ее невозможно было увидеть, вот просто невозможно. И нужно было увидеть, задание было такое. Это вот так тренируют профайлеров, специалистов по невербалике. И удивительно то, что человек вот видит это. И если, допустим, тренировать вот это качество в себе, то его можно натренировать до 100% проходимости вот этого теста. То есть, и это к тому, что на самом деле это дело тренировки. И микроэмоция – это как раз то, что мы можем увидеть, на что мы реагируем, и что мы чаще всего воспринимаем за интуитивная осторожность не подходить, допустим, к этому человеку. Что-то мне там вот интуиция подсказывает, что не надо туда ходить. Что-то он мне подсказывает интуиция, что он врет. А мы просто микроэмоции считали. Так? Да, скорость микроэмоций где-то от 0,2, от 0,3 до 0,5 секунды. То есть, соответственно, опять же, гораздо быстрее, чем реакция сознания. И она очень быстро как бы мелькает по лицу. Здесь единственный момент. Сам Пол Экман говорил о том, что психопатов считать чрезвычайно сложно. И следует понимать, что считается среди населения примерно процентов 5 психопатов. А кого Пол Экман называл в этой ситуации психопатами? Он называл, как теперь уже принято говорить, есть дезадаптивные психопаты, есть антисоциальные психопаты. И сейчас уже более новая, опять же, концепция говорит, что есть высокофункциональные психопаты. И это, соответственно, отличается от более старых концепций нашей отечественной психиатрии, которая основывалась на Леангарде, на Ганнушкина, нашем психиатре, которая описывала психопатию как один из главных признаков – это тотальность и дезадаптивность. Но высокоадаптивные психопаты, они как раз-таки адаптированы. Естественно. Единственное, в чем у них схожесть, у тех и у тех психопатов. Вот как раз возвратимся к Миндалине. Миндалина – это та собачка, которая реагирует на какую-либо опасность, на то, что нужно включаться в реакцию. Так вот, у психопатов низкая плотность Миндалины. Низкая плотность серого вещества, то есть нейронов, Миндалины. И, соответственно, для них то, что другим кажется страшным и опасным, таковым не является. И второй фактор – это у нас есть так называемые зеркальные нейроны. У нас в лобных зонах в доле F5, в зоне F5 лобных долей, находятся так называемые зеркальные нейроны. Раньше они считались вымогательными нейронами. То есть теми нейронами, которые включаются в работу, когда другие чем-то заняты. Но тоже конец 90-х годов проводили исследования на обезьянках. Потом с добровольцами проводили исследования. Выяснили, что как раз эти самые зеркальные нейроны, они считывают эмоциональное состояние другого живого существа. Это основа так называемой эмпатии, сопереживания. И вот как раз у психопатов, у них наряду с низкой плотностью миндалины, точно так же, очень низкая, очень низкая работа зеркальных нейронов. Они не чувствуют то, что чувствует другое живое существо. И вообще считается, у них эмоциональный спектр находится либо в таком восторге и радости, либо скука. А, полярность ярко выражена. У них нет тонкого разграничения эмоций. У них отсутствует стыд, вина. У них отсутствует то, что называется совесть. Соответственно, микроэмоции стыда и вины, которые бывают при лжи у обычных людей, у психопатов не наблюдаются. Не наблюдаются. А правильно я понимаю, что, ну, во-первых, если можно сейчас успокоиться, если кто-то из зрителей, в принципе, регулярно испытывает чувство вины и чувство суда, что можете сказать спасибо себе, что, или как там, вам за то, что сейчас поняли, что мы не психопаты. И вот эта психопатия, о которой вы говорите, отсутствие малого количества зеркальных нейронов и рыхлость миндалина, это врожденная патология? Считается, что это врожденная патология. Но всегда для этих людей есть замечательный шанс, возможность. Тоже очень известное высказывание, особенно со времен СССР, когда крутились фильмы, где пожилой врач, профессор говорил таким отеческим голосом, батенька, не нервничайте, нервные клетки не восстанавливаются. И большинство людей до сих пор так считает. Однако же тоже исследование уже 21 века показало, что у нас в гиппокампе, ну, соответственно, опять же, есть и в правом, и в левом полушарии у нас два гиппокампа, происходит нейроногенез. Восстановление. Да, восстановление нейронов. То есть нервные клетки, товарищи, восстанавливаются. Заявление компетентного специалиста. Вот есть еще один важный аспект, на мой взгляд, который мне бы хотелось с вами обговорить. Есть такая вещь, как спутанность сигналов, что ли. То есть о чем я говорю? Вот, допустим, человек говорит одно, ну, допустим, разговор мужчины и женщины, да, мужа с женой, например. Она, женщина, говорит одно, а телом транслирует совершенно другое. И здесь вот эта спутанность, она в собеседника может ввести в какое-то, ну, ступорное состояние, да, что происходит, что такое со мной делать. Вот это происходит потому, что женщина сама не осознает, что она хочет, тем, что она делает. Вот про спутанность, потому что прямо очень часто встречается. Да, это весьма частый вопрос. И, естественно, он объясняется именно вот этой примитивной такой моей картинкой, то, что подсознание, бессознательное, с присущей ему огромной скоростью... И честностью. И честностью выдаёт то эмоциональное состояние, ту реакцию, которая находится на уровне тела. Сознание же на уровне речи передаёт другие сигналы. Что хочет я реальная, я идеальная. Да, да, да. В данном случае по невербалике есть у нас факты, есть исследования мозга, которые объясняют реакцию и которые можно отслеживать. Соответственно, когда кто-то говорит и тело показывает одно, а речь говорит другое, это как раз-таки говорит о том, что наше подсознание, наше бессознательное, выдаёт одну через тело информацию, а речь выдаёт другую. Из этой же области, кстати, и психосоматика. То есть наше бессознательное с чем-то не согласно, куда ведёт сознание. Сознание, оно, как правило, ставит планы. Да, это культурологическая, социальная надстройка. Да, да, занимается целеполаганием и говорит, так, вот теперь бери себя в руки, иди туда, у тебя есть идея, есть концепция, иди её реализовывай. Бессознательное говорит, у меня недостаточно для этого ресурсов, у меня недостаточно для этого навыков. Оно пытается протестовать, но человек не слышит своё подсознание, и это проявляется через тело. То есть различные телесные, кожные реакции, бронхиальная астма, язва двенадцатиперстной кишки и другие психосоматические проявления. Это как раз-таки сигнал от подсознания, от бессознательного. Оно иначе не может передать информацию, оно пытается говорить с нами через сны, ночью, когда мы спим. Но не все люди понимают свои сны. Декодировать надо уметь, конечно. Да, 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 нужно уметь декодировать. Но и следует понимать, как всё воспринимает подсознание. Например, если ко мне, как к психотерапевту, приходит клиент и рассказывает о том, какой он бедный, несчастный, больной, как его замучили проблемы на работе, то получается как раз то, что я приводил пример с матерью, получает наш мозг цель, куда нужно двигаться, что там у меня просит хозяин, ага, бедность, несчастье, болезнь, малые заработки, ну что ж, всё понятно. И дальше начинает работать как автопилот в самолёте, курс выставлен, зюит, зюитвест, вперёд, и начинает туда везти. Сразу бы хотела заметить, вот здесь вот по вашему рисуночку, вот я правильно понимаю, что вот эта бессознательная зона, да, она, ну как вам сказать, лишена понятия ложь, такого понятия, как ложь. Потому что любой сигнал, который приходит отсюда, он, ну, по умолчанию, правда. Потому что бессознательное, оно даёт информацию телу. И следует понимать, как вообще устроен процесс восприятия новой информации. Любая новая информация вначале интерпретируется на уровне сознания. То есть выстраивается алгоритм деятельности. Взять обучение автомобилю, когда люди учатся, у них руки напряжены, мышцы лица напряжены, они постоянно думают о том, как они выглядят, что слева, что справа, когда нужно включить поворотник, когда нужно, если это, например, механика, да, выжать сцепление. И они постоянно об этом думают. То же самое письмо. Когда человек учился, например, письму, узнавать буковку А, отличать букву И от буковки Н, узнавать, куда повернут хвости, к УВ или УД, казалось очень-очень сложным. А потом люди сформировали некий мысленный образ. Например, буковка Д – это дом, буковка Р – это рыба. Это как раз образ языка бессознательного. И они научились складывать буквы-слова. И сейчас, когда человек пишет, никто уже не задумывается над тем, куда повернут хвостик УВ или петелка УД, рука уже на автомате выводит нужные буквы. Точно так же, когда опытный водитель ведет автомобиль, никто не задумывается, какую ногу куда нажать на какую педаль, куда перевести передачу или поставить на ручник. Это все происходит на автомате. То есть вначале сознание формирует алгоритм, а потом подсознание, бессознательно этот алгоритм реализует. Реализует. То есть еще раз мне просто хочется еще один пример на эту тему дать. Например, чтобы вы дали, конечно, например, молодой человек не может найти себе девушку подходящую. И на приеме у психолога говорит, ну вот мне попадаются женщины, которым от меня нужны только деньги. Я не чувствую в них никакой ни теплоты, ни участия, ни любви. Что мне делать? Вот он находится вот в этой ловушке. Да, и здесь бы еще хотелось бы добавить еще одно такое вести картинку. Стены дома. Стены дома. Это называется установки. Ловушки. Другими словами, наши. Установки. Можно сказать, что то, что внутри дома, это пластилиновое. То есть то, что у нас формируется в виде нейронных связей, быстро может поменяться. Но стены дома, они достаточно толстые и прочные. И человек находится в ловушке своих установок. Например, когда-то было принято решение, что я не соответствую тому-то, тому-то, тому-то. И сформировалась установка. Здесь я сразу бы хотела отметить очень важный момент. Вот потому что я прям слышу голоса зрителей оппонирующих, которые говорят, я ничего не принимал. Это мне сказали родители, что я недостоин того, или начальник сказал, что я недостоин того. Они сказать-то могли, но принимают на себя. Я в любом случае человек, который говорит, соглашается, да, я вот такой вот недостойный, я этого не достоин. Правильно ведь я понимаю? Абсолютно верно. Дело в том, что когда, говорит, более значимый человек, от которого зависит выживание... Можно же принять, можно не принять ведь. Да, например, родители, начальник. Человек более внушаемый, быстрее принимает новые какие-то установки и часто, не задумываясь, не обдумывая, начинает их использовать. Соответственно, люди, которые начинают задумываться над тем, как они действуют, говорят одно из отличий умных людей от глупых, умные люди думают о том, как они думают. Есть такое высказывание, мне достаточно нравится. Да, хорошая. Это действительно есть определенные установки, есть определенные модели поведения. Но когда человек становится достаточно сознательным и самостоятельным, можно эти установки менять. Для этого есть различные способы, техники, исследование себя, изменение себя. Но не все приходят к этому пониманию. Вот как раз в этом и вопрос, что людям гораздо удобнее кого-то обвинить. Это не моя реакция такая, это мир такой. Это действительно так. Вот много очень гостей, психологов, которые ко мне приходят, говорят с сожалением о том, что и Черниговская, кстати, тоже об этом говорит, что все-таки большинство людей, ну, не говоря о процентах, потому что это скорее вот сюда относится, а не к фактам, большинство людей все-таки проживают жизнь в бессознательном состоянии. Прям вот от начала до конца проживают. Абсолютно верно. Сознание что-то вывело, какой-то алгоритм, передало в бессознательное, и, можно сказать, спокойно спит. И большинство людей не задумываются над тем, как они вообще живут, как они реагируют. Они работают чисто на автомате. Вся жизнь на автомате. Вся жизнь на автомате. У нас время подходит к концу. И я бы сразу хотела анонсировать для зрителей нашу вторую встречу, поскольку мы затронули очень серьезное и очень интересное направление. Будет еще один мастер-класс со студентами, который даст Александр. Это будет в шоу-роме, и будет информация чуть-чуть позже. И на этой встрече с студентами, наверное, будет немножечкой практики, которую вы сможете дать. Поэтому предлагаю и призываю всех оставаться с нами на связи, следить за нашими программами. И в заключение у меня вот есть такая фраза небольшая. Те, кто способен найти общий язык с любым человеком, понимают, что нужно другим людям, и знают, как найти компромисс. Ведь мы в коммуникациях постоянно. Можно утверждать, что такое умение – это часть социальной компетентности. И это исключительно важно в последневневной жизни. Согласны? Абсолютно согласен. Замечательное высказывание. Спасибо большое, Александр. Спасибо, что пришли. Я не прощаюсь с вами надолго. До новых встреч. Классика жанра. Спасибо, Наталья, за замечательный интересный диалог и за возможность донести до других людей столь интересные знания. И очень полезные. И очень полезные, да. Всем счастливо. Вам спасибо. Спасибо. До новых встреч. Мы закончили. С вами была передача «Фокус на человека». Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok